Доброе утро, уважаемые телезрители! Рубрика «Звёздные гости» и я Дмитрий Пивоваров. Сегодня вновь встречаем народную артистку России Татьяну Васильеву, которая является одной из самых востребованных на сегодняшний день актрис кино и театра. Ну, когда-то её попросили из театра Маяковского за то, что она часто ездила на съёмки между Питером и Москвой, буквально разрывалась, и руководство театра сказало, всё, мы вас как бы увольняем и так далее. Но кто от этого выиграл, кто проиграл, и кто что потерял, и кто приобрёл, об этом, наверное, не стоит говорить. Васильева и Станислав Садальский – одна из самых востребованных пар и с завидной чистотой, приезжающей в Казань. Вот и на этот раз эта пара сыграла в «Голой правде» так назывался одноимённый спектакль, который мы с вами видели на прошлой неделе. И сегодня вновь встречаемся с замечательной комедийной актрисой Татьяной Васильевой. Готова. Да. Тогда поехали. Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. Чем это вы заняты? Что случилось? Устали. Присели отдохнуть. Это жизнь такая, какая она есть. Вот такая жёсткая, такая нервная, такая задевающая за больное, такая весёлая, тем не менее. Это жизнь. Мы вас видели с Валерием Гаркалином, видели в маму спектакль, у нас церковь вас, родственник Слава Сагальский. Как вы подпитываете? Многие думали, что мы разбежимся, что мы потерёмся, что мы со скандалом расстанемся. Вот. Ну, непросто мы сходились. Непросто. Это само собой. Мы взрослые люди. Мы очень разные. Но для того, чтобы для меня ценно было довести эту работу до конца, думаю, что это для Стаса тоже. Мы уже притёрлись, мы привыкли друг к другу. Когда мы начали репетировать, я предложила такой девиз – мы не обижаемся. Мы работаем без обид. И кто к нам к новой приходил и вдруг начинал как-то кукситься, мы говорили, у нас вот так, вот так. Если хотите, то вы с нами, если нет, то нет. То есть мы можем в работе сказать всё, что мы думаем, всё, что нам кажется правильным, предложить. И при этом, конечно, никто друг на друга не обижается. В какой бы форме это ни было сказано. Лицензия есть на азартные игры в городе? А мы с тобой и без лицензии разберёмся. Бабки гони! Или девку заберём. Поняла? Ты меня напонял, не бери. Понял? Бычара. Ты, Бычарь, знаешь, где будешь? На разборках. Вы ж не в ты-то, ребятки, раскроете, а? Я вам что, лохушка? Чья земля, знаешь, урод? Сашу бульдозера знаешь, придурок? Сейчас забью стрелку. Днём или ночью за кольцевой. Да ладно, ладно. На. Что ладно? Садись в машину. Я считаю, что при жизни только гимны радостные. Они, понимаете, всё, что сейчас происходит, вот сейчас мы с вами сидим, это намного лучше, чем то, что нас ждёт дальше. Дальше всё самое сложное, а сейчас всё хорошо. И в театре то же самое. Я не вижу повода для пессимизма, для реквиема никакого. Главное, чтобы был хороший материал и сколотилась компания людей, которые хотят это сделать хорошо. А в тех условиях, в которых мы оказались, которые мы многими прокляты, это движение называется «Энтерпризы», здесь все заинтересованы в успехе друг друга. Это самое важное, потому что в театре все заинтересованы в твоём провале. Уж простите меня. Алё, а, да, Вероника, ну а кто ещё? Ты что, с ума, что ли, сошла? Какая Варшава? Что ты называешь Варшавой? Варшава – это столица Польши. Я еду к Леночке Поповой. Помнишь, из параллельного класса такая заторможенная блондинка? Короче говоря, мне нужно ехать, для того, чтобы элементарно выжить. А почему в Варшаву-то? Ближе нельзя. Сначала они поубивают друг друга, потом примутся за меня. Если я кого-нибудь из них сама не прикончу. Ой, девушка, извините. Всё, Наташа, сейчас поезд тронется. А, подожди, подожди. Я заметила, что взгляд выдаёт женщин. Да, лицо там, оно становится моложе на много-много лет. Но если... Блин, кто заходит всё время, а? Я говорю, что он закончится. Андрей, хорошо, ну дай мне закончить, блин. Если... Это всё во взгляде. Я это поняла. Если у тебя старится взгляд, никакая операция тебе не поможет. Никуда ты не натянешь это. Вот. Старость во взгляде. Особенно у женщины. Когда полуприкрытые веки, когда усталость, когда неверие ни во что. Когда ты замучена, даже если ты замучена, всё равно нужно открыть широко глаза и идти на эти муки с открытыми глазами. Благодарю вас. Спасибо. Действительно, есть актёры, которых можно смело назвать социальным явлением. Что бы они ни говорили, это своего рода совет и руководство по жизни. Наша программа продолжается. Впереди немало интересных моментов. Всего самого доброго. Продолжение следует...